Ребята, я в тренажерном зале в Китае. 24-часовая качалка. Вот. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Сзади меня вон проходят занятия какие-то. Они тоже входят в стоимость. Они там прыгают, бегают. Вон как это выглядит. И мужчины, и девушки. Там, ребята, можно купить воду за 2 юаня, как в магазине. То есть нет никакой наценки. Вот. Где-то рейды. Не знаю, сколько стоят здесь. Но вот вода, 2 юаня везде стоят в Китае. Тоже покупаете. Можно через QR-код купить. Вот он. Там занимаются с тренером. Вон там тоже тренерши сидят. Это, кстати, вход здесь через QR-код тоже. Вот. Единственная проблема этих залов в том, что немножко не хватает тренажеров. Вот. Но это один из самых больших залов, поэтому я пришел сюда. Вот здесь уже зона качков. Ну, нету свободных весов. Не хватает только такие машины-смиты, или как они там называются. Вот. Такие тренажеры. Но гантели есть, как видите, да? Вот здесь же вот эти шкафчики, шкафчики, шкафчики. Здесь женская переодевалка, здесь мужская, опять шкафчики. И вот мы заходим в раздевалку мужскую. Ребята, вот такая здесь раздевалка. С видом, так сказать, на улицу. Но на шестом этаже они решили вот заклеить, чтобы никто с бинокром не подсматривал. Вот маленькая раздевалочка. Кстати говоря, есть бесплатный Wi-Fi. И предупреждают, чтобы вы заботились, не забывали свои вещи. Вот. И все на QR-кодах. Видите, сканируешь и получаешь сразу Wi-Fi. То есть, Китай очень далеко ушел в этих QR-кодах. Ребята, я говорю немножко тихо, потому что я стесняюсь так на людях снимать. Вот. Так что, но все равно хочется снять это видео, показать вам. Эти качалки работают 24 часа. И их очень много. Ну и вот такие ящички, куда можно сложить вещи. Правда, замков нет. Но вы можете принести свой замок. Вот. И нашел свободное местечко. Ребята, я пришел с дорогой камерой, фотокамерой, видеокамерой. Но вон здесь есть камера, которая следит за порядком. Так что, если что, они найдут негодяев. Поэтому я не особо волнуюсь. Вот. Вот эти штуки для меня секрет до сих пор, что это или пожарная безопасность, или отгонитель крыс. Вот. Ну, скорее всего, пожарная безопасность какая-то. Ребята, вот продолжаю видео. Здесь такой разминочный зал. На самом деле, я был здесь прошлой, этой зимой, полгода назад. И они все здесь поменяли. Вот. И раньше можно было видеть, что происходит снаружи. А сейчас они как-то заклеили чем-то, какой-то пленкой. Вот. Я вам покажу улицу. Шестой этаж. Перекресток. Там вот торговый центр. И мы сами находимся в торговом центре. Бот. Здесь дальше такая зона. Можно играть. Вон выиграет. Один, два, три. Здесь вон офис. Но на самом деле офис здесь не нужен. Но на самом деле офис здесь не нужен. Все покупают в другом месте. Покажу вам. Ребята, вот такие упражнения приходится делать в отсутствии пространства. И, так сказать, длинных штанг там и так далее. Но нормально все равно. Вот. В принципе, та же становая тяга. Ребята, забавный момент в этой спинке, то, что если его так поднимаешь, то вот это сидение вот так автоматически поднимается, и его нельзя убрать. Вон, видите, у того парня тоже оно поднято, просто под меньшим углом. Короче, очень странно. Вот, видите, как я сижу, ноги вверх задраны. Мне это напоминает, как туалеты китайские тоже так сидеть, короче, в дырку. Чтобы лучше проходило. Вот, ребята, не удивлюсь, если все эти модели, короче, русские. В Китае, в русские, украинцы, белорусы, все модели, короче. Вот. Вон русский, наверное, модель. А вон название клуба на китайском. Но по-английски Le Fit называется. Вон, Le Oau по-китайски. Ребята, тут, видите, экранчик и запись, напоминание. Ребята, стесняюсь снимать. Уже там тренерша прошла. В общем, это на этом экранчике запись. На этом экранчике запись. На этом экранчике запись на занятия там по аэробике, танцам, вот этим. То, что вы вначале видели. И там прям высвечивается, кто записан, кто не записан, кто тренер. Вот. Кстати, сейчас видел еще одного иностранца. После часа нахождения в зале. Вот. И суть в том, ребята, что эти тренажерные залы этой фирмы есть почти в каждом крупном городе Китая. И в каждом городе по штук 20, и ты можешь ходить в любой за 200 юаней в месяц. Ну, это, грубо говоря, 1900-2000 рублей. В зависимости от курса. Вот. Можно купить за 4 месяца со скидкой 460 юаней. Скидка 140 юаней. Вот. Один юань это где-то 9,5 рублей. Ну, можно на 10 умножать. Для удобства. Вообще, в эти залы можно вообще без сменки приходить. В чем угодно. Это как-то такой... Быстро покачаться, знаете. Я бывала, ходил в джинсах, короче. Сейчас я без сменки. Вот. Находим способы качаться. Как в недостатке тренажеров. 24-часовая качалка. Их очень много. Фон Хай. В разных городах Китая. Везде можно ходить. Вот, покажи вокруг. Вон, там девочки бегут. Большая девочка есть. Блядь, что-то неправильно. Вот, по-моему, эту тему. Ничего, никто ничего не скажет. Главное, ну, чтобы прям очень грязными не были ботинки. Но здесь такой грязи, как в России, нет. В Китае грязновато. Всякий, не знаю, там, мусор искусственный. Но в России, вот, если весна, там вот эта грязь, да? Вот. Поэтому, ну, здесь такого не бывает. Вот так здесь туалетик выглядит. Общий. Прыскалка есть хотя бы, и то хорошо. Мыло не всегда есть. Вот, сейчас есть. Спасибо. Ну, и, конечно, главная проблема этого зала, то, что... Главное... Ну, и, конечно, главная проблема этого зала, что здесь нет душа. Вот. Душа нет. Нигде. Ни в одном зале этой сети. Не знаю, для чего они так сделали. Может, чтобы держать приемлемую цену и не платить за воду. Не знаю. Ну, наверное, это качалка такая, чтобы прийти, быстро покачаться и уйти. Посмотрите здесь историю успеха. Вон, как они толстые, похудели. Вот. Вода бесплатная. Но нужна своя бутылочка. Вот, дверь открыта. Ну, вообще, покупается это все вот так, заходится через QR-код. Вот такой рекламный буклетик. 199 юаней, 24 часа в сутки. Вот, какие здесь есть занятия. Даже бокс, может быть, есть. Не знаю. Вон, они разные. В очень многих городах Китая эти качалки есть. Вот тоже история успеха. До и после. За 10 месяцев, видимо, 998 юаней. Вот. А вот так вы приходите, сканируете этот QR-код. И вы можете заходить. Ну, и сейчас дверь открыли, видимо. Уже им пофиг. Но обычно она закрыта. И вот здесь такой видок. Видите, там торговый центр. Вот. Здесь написано no smoking. Но я видел, иногда здесь курили. В Китае везде можно курить, видимо. Ребята, вон там, на шестом этаже находится этот зал. Проблема в этих залах, что их трудновато найти. Но в приложении указывается расстояние до них. Но даже если указывается, все равно сложно найти бывает. Здесь нет никаких указателей. Вот. То есть там карта тебе, путь показывается. Вот. Но... Но чем еще мне нравятся... Чем мне нравятся эти залы, то что можно заплатить просто за месяц 200 юаней, 1900 рублей. И все. Ты через телефон платишь. Не нужно торговаться. Потому что в других залах, таких более там крутых, за месяц тебе зарядят 500-600 юаней, 5-6 тысяч рублей. И то это не всегда. Обычно они предлагают минимум полгода контракт или год. И это будет стоить там минимум, ну, 3000 юаней. И можно выторговаться там до 2500. Но вы сможете ходить только в один зал этой сети, например. Вы не сможете там в другом конце города пойти. А здесь я могу поехать в другой город. А здесь я могу поехать в другой город. И пойти в качалку там, в любую. Их в каждом городе там 10, 15, 20 штук. Вот. Есть качалки в Пекине, в Шэньчжэне, в Ханчжоу, Шанхай. Гуанчжоу не уверен. Но еще много городов. Это вон только вышел из качалки. Парень бежит прямо по дороге. Спортом занимается. В Китае же такое бешеное движение. Видите, вон едет мотоциклист на встречку прямо. И ему пофиг. А вон он побежал вообще так. Это Китай. 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 Китай.